здравствуйте дорогие друзья вы на канале лоди свет и сейчас продолжаю новогоднюю мастерскую новогодний фонарь я вам уже показала как сделала потом и я его украшу к новому году он будет таким действительно новогодним ну а сейчас другой мастер-класс как красиво оформить бутылку с шампанским ну может быть вы хотите кому-то ее подарить может быть хотите украсить стол вот у меня есть такая бутылка с шампанским сейчас я вот покажу вам как она выглядит как она мерцает блестит вот так вот такая красивая золотая с разными блесками бутылка мы ее никому не подарили и одно дело плохо когда такие красивые бутылки потому что уже несколько лет не открываем ее на новый год но решили пусть стоит и будет такое шампанское с 10-летней выдержка наверное года три или четыре она у нас наряженная стоит украшает наше помещение но не выпивается потому что всем жалко вот портить эту красоту но дело не в этом сейчас покажу как можно сделать очень легко из простых доступных материалов я люблю мастер-классы когда не надо сильно запариваться с материалами потому что в маленьких городах купить все сложно я показываю все то что можно если захотеть то купить вот у меня бутылка шампанского с прошлого года я как всегда начинаю делать а потом вспоминаю что не все показала вот такое блюд лев голицын вот эту этикетку я аккуратно отклеила если вы идете в гости то желательно все таки эту этикетку где-то повесить или приложить чтобы люди знали что они например пьют если сами для себя любимое свое шампанское выбирайте то не обязательно как аккуратно и и отклеить нужно взять фен вот она была приклеена и аккуратненько аккуратненько феном начать прогревать не бойтесь шампанское не взорвется прогревается и с кончика начинаете потихоньку от прогревая феном и ваша этикетка отклеится и я уже ее просто она такая клейка приклеила вот на картон затем можно аккуратно вырезать как-то красиво здесь может быть открытку новогоднюю приклеить сделать дыроколом дырочку и на красивую тесемочку повесить или положить в подарочный пакет где вы понесете эту это шампанское вот это важно дальше бутылку просто намыла и отскоблила все те этикетки которые здесь еще были для этого декорирования нам не надо вот смывать этот лак он отвратительно смывается только растворителями разными но вот если докупаж делать то необходимо снять вот эти все следы клея и обезжирить для моего мастер-класса делать не надо просто этикетка нам мешает дальше вопрос сохранять или нет вот этот весь верх он бывает золотом серебристом цвете вот у меня тут какой-то такой под бронзу сохранять или нет вот как хотите не хотите сохранять вот эту золотинку значит вот здесь по дырочкам аккуратно ее отрезаем сохраняем на пробке если хотите то можно сохранить я вот сейчас ее сохраню вот так наверное или вот этот год не знаю что мне этот год как-то не нравится в общем я ее буду сохранять и потом немножко ее тоже задекорирую в тот цвет какой у меня будет шампанское раз там у меня бутылка золотая ну как бы больше до золота то эту сделаю серебряную чтобы вы увидели разницу что нужно нужен клей pva вот я всегда пользуюсь но одним из моих любимых это строительный клей универсал он для всех типов работ подходит вот такой клей pva и в принципе он по цене такой достаточно недорогой банка у нас такого клея стоит 97 рублей работу без перчаток это плохо но так и теперь капроновые колготки отрезали вот часть от капроновой колготки ну я не знаю как это сказать вы поняли женщина меня ногу в общем и замачиваем эту как эти колготки в клей pva видите не могу в перчатках потому что не чувствую я как это все работает ну когда замочить вот посмотрите немного клея налила нам надо очень хорошо все-таки пропитать такой грязненький мастер-класс ну уж вот пропитали мы всю эту нашу ткань и теперь эту колготку мы оденем на бутылку еще носок не обрезала сверху и придадим с помощью колготки нужные нам складочки которые будут играть нам на пользу что называется на красоту так стоять натягиваем здесь важно не переборщить чтобы вот эти все складочки не топорщились не выглядели знаете ну очень такими крутыми бляшками что называется вот сейчас будем натягивать сейчас я наверное знаете камеру чуть пониже поставлю вот так думаю виднее будет вот чтобы не было на шлепками меч колготки такие попались как как сказать утяжка какая-то утягивающие и вот теперь нужно сформировать вот смотрите на этой показываете те складочки которые вам ну нравятся поперечные мы сейчас будем вот так потихоньку спускаем и формируем до той поры как надо дно ничего не декорируем но будет такой же вот так спускаем всю сверху вниз так показываю не видно сверху вниз и накладываем вот сейчас так все спущу вам покажу а потом уже распределю красиво так как мне нравится распределила я все складки вот таким образом вот так вот можно провести как следует так ногтем и у вас такая волна пойдет видите все и с этой например стороны я вот так провела и все складочки легли вот такой волной все меня вот более-менее устраивает здесь такая импровизация всегда непонятно что будет после того как это высохнет уверяю вас будет все равно красиво потому что мы потом выделим в цвет аккуратно теперь что касается вот вот так вот верха я говорила что не хочу закрывать меня здесь голицын вот это будет видно вот так здесь можно уже поиграть и сделать какую-то например ну там цветок розу то есть полная импровизация можно вот так завязать и будет вот такая розочка например на баку и она уйдет у нас в украшение можно сейчас я развяжу можно сделать вот такой нахлёст нахлёст ну вот мне не нравится всегда здесь получается такое утолщение как на шлепка разрезать можно разрезать сложить как-то конвертиком ну то есть каждый придумывает как хочешь можно сделать там вот так например жгутик такой вот как воротничок пожалуйста ну чуть повыше тогда дата откроется например это я вам варианты говорю как можно сделать а дальше вы думаете сами сейчас я буду делать просто розочку ну и все первый этап готов вот так я здесь сделала вот такую розочку и вот такими складочками у меня все здесь заложилось вот так уже сейчас видно не забывайте подработать низ лучше внутрь сложить сделать такой небольшой как бы кантик чтобы низ был ровный ну и вот эту этот верх необходимо все-таки ну от лишнего клея промыть и оставляем на полную просушку но где-то будет сохнуть я обычно на ночь делаю и на ночь будет бутылка у меня стояла одну ночь и она вся подсохла вот посмотрите выделились все наши элементы вот такие все рельефы и теперь следующий этап это покраска здесь вы выбираете на свой вкус могу предложить вам что на коричневом фоне вот сейчас допустим я прокрашу коричневой краской а потом пройдусь золотом очень красиво золото по черному тоже можно пройти по черной краске по черной краске можно пройти серебром если покрасить в синюю а потом серебром тоже очень красиво красную а потом золотом тоже очень красиво здесь выбирайте какую хотите хотите сделайте себе белую бутылку на темных колготках красивее быстрее закраситься темный цвет естественно вот видите у меня сейчас она почти как будто покрашена себе коричневой краской на один раз прошлась и этого было бы достаточно я буду делать черную бутылку в серебре это освещение такое не видно вот буду сейчас прокрашивать черной краской вот здесь очень важно также прокрасить вот так сейчас вам буду показывать прокрасить вот эти все складочки чтобы ничего ну сильно не выделялось как всегда кисточка чуть-чуть мочу ее в воде и потом вот так свете с водой на быстрее заползет куда надо посмотрите сами может быть придется красить и два раза как впитается как будет прокрас вот так смотрим а если вот так вот перевернуть бутылку под другим углом и будет видно где не прокрасили то есть вертим в руке и все и и окрашиваем тот цвет который вы придумали вот так выглядит после прокраса и оставляю сушить сохнет но акриловая краска сохнет достаточно быстро и потом будет самой интересной украшалки после того как высохла бутылка покрашена в черный у меня цвет начинаю работать двумя видами красками акриловыми по металлику это акрил золотой и акрил серебристый больше акцент этой бутылки будет на серебро хотя вот тут горловина такого такого непонятного цвета но написано серебряными буквами и я ее буду серебрить но почему делаю двумя видами иногда даже тремя видами но вот люблю сложные фоны опять же делаем сухую кисть то есть я на кисть так сейчас вам вот так на кисть на не наношу чуть-чуть совсем краски и о любую бумагу ее отбиваю вот я уже начала видно как рисунок проявляется и вот такими движениями начинаю наносить пока золото сразу проявится видно да проявится все наши рельефные линии вот уже видно как заиграли интересные складочки вот так пока сверху вниз вот такая бутылка золотая горлышко я сейчас тоже объединю вот этот вот бронз какой-то такой страшного такого цвета я маленько тоже пройдусь постепенно вот видите здесь многовато краски вот сразу видно и это плохо поэтому такие но школе вот это не стереть уже получается что я где-то должна тоже побольше сделать мазков чтобы это ну это было как будто так и надо в докупаже такое тоже бывает когда свои недочеты выставляем как задумка автора вот такими видите такие места получается где побольше этого самого золота вот ну и вот тут немножко вот молчу ведь работаю так ну вот такая бутылочка уже получилась металлическая все сразу проявилась а теперь не вытирая кисть и ничего с ней не делая мы сразу же начнем наносить серебряную краску точно так же работаю нанесла серебро прямо отбила и наносим серебром прямо по золоту эффект будет совсем другой но суть вы поняли сейчас я сделаю и включусь вот посмотрите какого цвета стала бутылка очень красиво мне нравится прям такой металлическая металлическая какая-то поверхность получилась если бы я не делала золото а просто вы пошла серебром тоже был бы эффект серебристый но совсем другой все-таки сложные фоны смотрятся намного богаче вы не видите сейчас особого золота но она дает вот такой вот необычный перелив вот и теперь после серебра я опять беру золото скажет чего она тут все малюкой но память поверьте так интереснее работать и так нужно я опять беру такое же золото опять отбиваю этой же кистью не мою ее и теперь я всю работу проводила сверху вниз не меняла направление все слои так положила а теперь слегка 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 сверху золото пройдусь вот так наоборот поперек только по вот этим складочкам это не везде как бы чуть-чуть их выделю вот только по складочкам здесь главное только не не мазнуть и не переборщить вот это самое главное вот так очень аккуратно ну вот все меня устраивает мой прокрас вот такой металлик получился вот такой интересно играющий цвет и как видите все по горлу я прошлась но по горлышку я прошлась точно так же и по цвету она теперь соединилась с бутылкой не выделяется этот темный цвет единственное вот здесь потом еще как засохнет крышечку саму покрашу потому что вот какой-то красный крест вот он мне пока мешает но к фольге к этой краска прилипает хуже поэтому как подсохнет так еще покрашу вот эту пипочку а так по цвету меня все устраивает но оставляем теперь на просушку я думаю заметно разница в цвете получилась эта бутылка и это и вот теперь следующий этап следующий этап наносим акриловый лак акриловый лак разводим такой жиденький не надо чтобы густо и прокрашиваем поверхность акриловым лаком вот так слегка здесь нам не надо слой какой-то сильный давать чтобы закрепить всю краску и еще продаются так называемые в народе посыпушки вот у меня теперь руки золотые вот такие вот посыпушки они продаются вот в таких штучках видите или в таких колбочках очень дешево стоит вот такая колбочка ну и теперь этап значит наносим акриловый лак лак разводим такой жиденький делаем нам не надо здесь давать слой мы слегка акриловым лаком ну во первых закрепляем нашу краску и во вторых пока он не высох этот акриловый лак мы будем на него наносить так называемые посыпушки вот такие вот блестючки разные они продаются вот в таких тубах у нас канцелярском магазине стоит 11 рублей совсем дешево вот или вот в таких баночках вот такая баночка и прямо по лаку вот я уже здесь начала видно наверное вот без специально можно на кисточку и с кисточки вот так посыпать наносить и посыпать но здесь слой уж кому как нравится кто-то любит чтобы очень сильно блестела кому только отблеск надо ведь у меня тоже разного здесь они я иногда и вот так руками как салю да разного цвета и есть ярко золотые есть бронзовенькие такие и есть серебристые вот сейчас одним пройдусь а потом серебро мне его немного сверху то есть видно до эффект мерцания я думаю вам виден в новый год как мне кажется должно все блестеть так что вот так посыпаем после просыхания бутылки всех наших блестючек самое интересное идет процесс декорирования пользуюсь горячим пистолетом вы на мой не смотрите и не обращайте внимание он у меня видавшие виды пистолет это уже очередной 25 пистолет вот что здесь видите всякая всякой красоты у меня собрана вход может идти все что хотите вот на заднем плане вот сюда поставлю эту например бутылку как у меня украшены шишки крашу краской из баллончиков вот там краска стоит видно вот такая она у нас в магазине только такая может в вашем есть и другая вот эта веточка естественная с леса и и вместе с мухом принесла ну какой-то типа багульник наверное я так думаю шишки покрашены в серебристый в белый и в золотистый цвет вот такие шишки вот такие маленькие аккуратненькие шишки это шишки лиственницы остальные все крупнее дальше идут фикс прайсовские игрушки я вот выбрал такие звездочки и их немножечко по бутылке поломала вот они чтобы придать форму бутылки ломаются и сейчас все это сюда буду приклеивать вот такие штуки продаются не знаю как они там называются но проволоки какие-то до которые можно наматывать и придавать тоже разные разные виды вот этим штучкам проволоком вот так сделать в кольцо в общем здесь уж посоветовать нельзя здесь уж каждый придумывает сам вот так зацепили ну образно говоря и получился вот такой цветочек ну и так декорирую на первом этапе пока нанесла вот этих два цветочка и веточки веточка сюда пошла и вниз теперь еще у меня одна веточка есть ее можно разрезать она такая золотистенькая у меня вот и тоже так же ее сделаю вниз и рядом вверх с этой стороны веточки не будет вот вот появилась вот эта веточка и вот эта веточка уже появляется объем ну вот в композиции появляются шишки вот такое сердечко еще у меня была вот такая игрушка звездочка она тоже легко режется рвется и и я вот в виде такого бантика вот сюда сейчас хочу чтобы видите как бы в продолжение немножко было все по объему мне нравится все украшения посмотрите как это все получилось то есть можно из всякого всякого так сказать добра сделать вот такую объемную композицию и сейчас у меня вот эти есть зелененькие веточки вот сейчас я еще кое-где сделаю эти зеленые веточки дабы снять вот эту всю очень уж блестючесть такую ну вот и все дорогие друзья мой мастер-класс подошел концу дать вам но я думаю видно все цвета вот видите зеленые веточки я сюда использовала можно использовать веточки туи прекрасно стоят ничего настоящий свежий туи и ничего с ними не бывает вот посмотрите со всех сторон бутылочку как она переливается конечно красивая красочная сказочная бутылочка всего всем доброго вам заходите ко мне на канал луди свет в новогодняя мастерская еще будет продолжаться идей много лишь бы хватило времени вдохновения у меня например найдется а если вы повторите мой мастер-класс или пошлите мне фотографию или напишите получилось ли у вас понравилось ли вам не всегда очень приятно когда у людей получается как у меня но даже еще лучше чем у меня всего всем доброго